Приветствую, друзья! Разобравшись с откровенно бюджетными моделями стационарных ЦАПов, пришло время обратить внимание на чуть более высокий ценовой сегмент, в котором прекрасно сочетаются качества и технологические возможности девайсов. Soncos LA-QXD1 базируется на мегапопулярном конвертере ESS ES9038Q2M, за USB отвечает уже заслуживший уважение чип XMOS XU208, ну а в качестве операционных усилителей производитель выбрал музыкальный OPPO 1612A от Texas Instruments. Забегая наперед, аппарат свою цену ну просто отличный. Прикиньте сами, стандартный RCA выход дополнен тут балансным XLR. Коаксиал есть как на вход, так и на выход. Имеется внутренний регулятор уровня сигнала, возможность переключать цифровые фильтры и самое главное это то звучание, которое производителю удалось вложить в эту маленькую коробочку. В общем, сегодня будет интересно. Поехали. Приходит девайс в довольно компактной картонной коробке белого цвета, на обратной стороне которой можно найти подробные технические характеристики модели и адрес официального сайта. Внутри я нашел небольшую инструкцию, фирменную наклейку на ноутбук и два полутораметровых кабеля. Один Type-C на Type-A, а второй Type-B на Type-A. Для понимания, тот что Type-C нужен для питания девайса, а под Type-B происходит подключение к компьютеру. Блока питания в комплекте нет, но подобрать таковой не составит проблемы. Подойдет, например, от вашего же смартфона. Здесь требуется важное уточнение. Без дополнительного питания девайс работать не будет, поэтому подключаем и к розетке, и к компьютеру. Корпус ЦАПа полностью выполнен из металла. На верхней его части красуется наименование бренда-изготовителя, а снизу четыре резиновые ножки и отверстие охлаждения. При работе девайс практически не нагревается. Относительно производителя скажу так. ЦАП разработан на основе мега-популярной среди самодельщиков схеме Cadas Toneboard. Создатель значительно ее усовершенствовал и расширил по возможностям. То есть бренд уже давно и хорошо зарекомендовал себя в мире звука. Из ходов имеем классические уже USB-оптику и коаксиал, а вот с выходами нас изрядно побаловали. Кроме стандартного RCA нам еще дали балансный XLR-разъем и возможность гнать цифру дальше по коаксиалу. Для своего ценового сегмента это, друзья, как бы очень жирно. На передней же панели нас встречает весьма такое замысловатое управление, осуществляемое при помощи четырех кнопок и стольких же светодиодов. Нажатие на первую кнопку из них последовательно переключает входы, кнопки плюс и минус регулируют уровень сигнала, а последняя отключает звук. При старте уровень сигнала стоит на минимуме, поэтому не забывайте увеличивать его последовательным нажатием кнопки плюс. Если же вам это все неудобно, то на официальном сайте есть обновление прошивки, которое по умолчанию выставляет уровень на максимум. Громкость, как вы уже наверное догадались, здесь своя внутренняя. Все это очень наглядно и просто, а вот сложности начинаются, если вам нужно, например, переключить цифровые фильтры. Для этого зажимаем кнопку питания и последовательным нажатием на солнышко получаем несколько комбинаций горящих светодиодов. В них и закодирован текущий рабочий фильтр. Производитель, конечно, предоставляет нам таблицу значений, но, как вы понимаете, процесс далек от наглядности. Хотя и сложного в нем ничего нет. Обычно фильтр выбирают один раз и больше его уже не трогают. Как разобрать девайс? Я, честно говоря, так и не понял. Однако в интернете давно гуляет фото основной платы. На ней все как и обещано. ЦАП, ESS и ES9038Q2M, XMOS XU208 на USB и два операционника OPA1612A. Пользоваться же девайсом просто. Ко входу я обычно подключаю свой ноутбук по USB, а на выход идет напрямую активная акустика или какой-нибудь внешний усилитель. В моем случае это Yamaha HS80M и славящийся своей прозрачностью усилитель для наушников Topping L30. Под Windows 10 герой обзора определяется автоматически и сразу же готов к работе посредством Wasapi Push и Event. Однако на официальном сайте еще можно скачать полностью разблокированные драйвера для XMOS. При помощи их мы получаем совместимость со старыми версиями операционной системы, а также любимый многими профессионалами ASIO интерфейс. В Windows нам изначально доступно качество до 32 бит 384 кГц, которое можно при помощи ASIO расширить до 32 бит 768 кГц и DSD 512. О том, как настроить для работы с таким качеством программный плеер Fubar 2000, производитель рассказывает в подробной инструкции на своем сайте. Со смартфоном ЦАП тоже прекрасно работает, причем на всех возможных приложениях и стриминговых сервисах, включая естественно и так называемый Beat Perfect режим. Знатоки знают, о чем это я. По замерам же Sonkos LA QXD1 показывает ну просто выдающиеся результаты. В качестве исключения можно привести лишь кривую АЧХ, имеющую незначительные отклонения на 20 кГц. А так, уровень шума показывает минус 116,5 дБ, динамический диапазон те же 116,5 дБ. Гармонические интермодуляционные искажения, как видите, на уровне минус 110 дБ, то есть оценка отлично, просто выдающийся уровень качества. 116,5 дБ на шумах и динамическом диапазоне я на своем стенде вижу впервые, что реально очень круто. По звучанию я решил сравнить героя обзора с более дорогим SMSL SU-8S, одноклассниками Sabage A10D и Airman Ter Amp. У последних моделей FX-Audio AIMA, как вы понимаете, мало шансов. В своем сегменте они, конечно, очень сильны, но против таких мастодонтов им, увы, не устоять. Звук существенно проще текстурно и, если смотреть на контрасте, слабо напоминает живое исполнение. С другой стороны, Burson Playmate 2 звучит намного богаче, четче собраннее всех остальных моделей, упомянутых в этом обзоре. Поэтому сосредоточимся на SMSL, Sabage и Air Amp. Больше всего времени у меня ушло на сравнение сонка с SMSL. Дело в том, что на одних жанрах SMSL показывал очевидное превосходство, а на других немножечко уступал. Так, SU-8S звучит заметно ярче, резче, глубже. У него просто неоспоримая чистота и прозрачность. На его фоне LA QX-D1 играет мягче, музыкальнее и чуть прибирает высокие частоты. Так что на сложном инструментальном джазе или оркестровой музыке сонка скажется слабее. Однако, когда я включаю дедкор или другую тяжелую музыку, все полностью преображается. У героя обзора звучание более четкое, сбитое, с хорошей проработкой ритм-гитар и легким аналоговым окрасом на вокале. Слушается это просто шикарно. В то время как SMSL слишком ярчит и слегка придавливает ритм-партию. То есть на акустических струнах спорить с SU-8S ну вообще бессмысленно. Однако он и стоит в полтора раза дороже при аналогичных же входах и выходах. В общем, мне понравились оба аппарата в зависимости от жанра. Для тяжа это однозначно сонка с LA QX-D1, хотя и в остальных стилистиках он тоже показывает класс. Может чуть проще дорогого SU-8S, но все равно весьма достойно. А вот с европейцем Airman Tair Ampo подача оказалась ну очень схожая. По крайней мере на тяжелой музыке они выдают аналогичные результаты. С одним уточнением. Высокие у Airman чуть проще и еще сильнее задвинуты. То есть в этой паре очевидным лидером выходит сонка с тут вообще без вариантов. Оправданием же для T-RAM появляется его мобильность. Хотя он и умеет в стационар, однако питается отстроенного аккумулятора. Savage A10D представляет из себя нечто среднее между SU-8S и Playmate 2. Он не такой детальный как первый и не такой насыщенный как второй. Однако рядом с героем обзора ощущается подробнее, более проработанным в плане тембров и намного натуральнее. С другой стороны сонка скорей к ней выделяет вокал и подсвечивает лидирующие инструменты. Также обладает таким легким пленочным эффектом. Вообще звучит LA QX-D1 жирно, драйвово, с легкой аналоговой теплотой и как следствие ярко выраженной музыкальностью. Сухим отстраненным такое звучание точно не назовешь. Скорее наоборот, оно комфортное и приятно вовлекающее. По жанрам, как я уже говорил, тут полный беспредел. Все играет так, что оторваться невозможно. Главное, чтобы ваш усилитель был способен это передать, но и акустика оказалась на уровне. Хотя и здесь аппарат ведет себя ну просто отлично. Ему есть чем сбалансировать идеально точный усилитель и в то же время достаточной энергии, чтобы раскачать даже довольно медлительную акустику. К качеству записи аппарат тоже относится очень щадяще. Недостатки сведения не выводит на передний план, но и, будем честны, не сильно их вуалирует. То есть здесь все слышно, как и положено на хорошей аппаратуре, но при этом ничего вот так вперед не выпячивается. То есть звучание центрировано и хорошо так сбалансировано. Думаю, этот эффект усилили при помощи операционников OPA 1612A. Обычно используемые LME 49720 ведут себя сильно иначе. И в этом, на мой взгляд, определяющая черта сонка. Сам удалось добиться другого, гораздо более интересного звука. Да и признаться, легкое смягчение придает ему дополнительные объемы массу, а прибранные верха не отвлекают внимания от более информативной середины, и куда благосклоннее ко всяким резким звукам и недостаткам остального тракта. С усилителем для наушников Topping L30 я перебрал буквально всю свою коллекцию и в плане совместимости остался очень доволен результатом. Все модели спелись ну просто замечательно. Единственное, сильный уклон музыкальности накладывается на аналогичную ЦАПа и получается слишком уж мягко и бархатисто, имейте это в виду. А более нейтральные модели наоборот подчеркивали детали и всякие мелкие оттенки звукоизвлечения, тем самым добиваясь идеального сочетания выразительности и скорости. Общий же характер звучания устройства ближе к музыкальному, с довольно быстрым таким текстурным басом, сочной мелодичной серединкой и теплыми насыщенными верхами, чуть прибранными на второй план. Получается эдак по-аналоговому комфортно и приятно слуху. Подводя итоги, могу сказать, что ЦАП Сонгас LA QX-D1 меня вот реально удивил. За свою цену это реальная эволюция в плане возможностей и звучания в целом. Одни только балансные выходы, чего стоят, и это я молчу о возможности передавать цифру дальше на следующий элемент системы. Но и о наличии фирменных драйверов с поддержкой ASIO не стоит забывать. Еще есть возможность подключать фильтры, своя громкость, обновление прошивок и наконец просто превосходные измерения. Звучит же аппарат сочно, насыщенно, с легким тональным окрасом и просто потрясающей мелодичностью. И я в полном восторге. Свою цену аппарат ну очень хорош. Побрежать можно только сложной системы переключения фильтров и отсутствие пульта с блоком питания в комплекте. В остальном же Сонгас LA QX-D1 реально показывает класс. Очень достойный аппарат, мне лично понравился. Вот такой вот он красавец, Сонгас LA QX-D1. На этом у меня все, всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.